...поздравляю вас с праздниками, вторым рейдским сроком Медведевым. Только поздравьте Медведевым с высшими наградами и вас, лауреатов, фестиваля «Слава, честь России». Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам большое. Отвечаемся. Вы самый выдающийся дирижер нашего времени. Отвечаемся. Они здесь обозначены на второй полочке стоят. Речь идет о книге, сборнике материалов, документов «Воспоминания современников» о выборах в 1-4 Государственную Думу, которые буквально несколько лет назад мы отмечали 100 лет. Следующий выбор – Российское учредительное собрание, документы «Воспоминания современников». Институт выборов в Советском Государстве с 18-го по 37-й группе, мы работаем уже над продолжением этой темы с 37-го по 90-е годы. Естественно, уже политические институты избирать на право и процесс в трудах российских наследователей. Кстати, действительно, это интересное издание, которое в прошлом году я хочу напомнить, что в этом издании собраны труды российских наследователей, которые говорили о выборах 19-20 веков за исключением двух выдающихся личностей. Вы, наверное, можете даже догадаться, кого вы не включили, потому что в прошлом веке, практически 70 лет, эти мыслители превалировали на всех книжных полках, во всех изданиях. Естественно, это труды Владимира Ильича Алинина и Иосифа Сталина. Все остальные классики там собраны и представлены, как они видели, развитие института выборов России. Книга «Институт выборов в советском государстве» в 1737 году так чертлива о том, что демократия, избирательная система в России имеет уже давнюю историю. Более того, прочитав, я знакомлюсь с материалами, которые представлены в этом книге, видно, что процесс организации, процедуры голосования, он поддерживает преемственность. То есть у нас, как говорил в своем послании президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев, ничего не совершается революционными скачками. Развитие демократии идет постепенно и будет продолжаться постепенно, учитывая весь предыдущий опыт. Вот здесь видно, что, во-первых, и организация системы избирательной комиссии у нас идет история, наша история, российская история, более ста лет. То есть все комиссии у нас сформировались именно как общественные органы из представителей различных общественных организаций, опять же, и с учетом позиций государственных органов. То есть, например, первые избирательные комиссии в 22-м году организовывались с участием профсоюзов, других общественных организаций, но председателя комиссии назначала высшую стоящую комиссию. Либо уездная, либо губернская комиссия назначала председателя. Но в комиссии работают также представители общественных. Вы сегодня знаете, что современные участковые комиссии, и территориальные комиссии организуются по такому же принципу, как это было и сто лет назад. Присутствуют представители общественных организаций, партийных организаций. И для того, чтобы комиссия действительно работала, а не занималась политическими дискуссиями, для организации работы назначается наиболее опытный, подготовленный профессионал, как правило, из предыдущего состава комиссии. И он организует и проводит работу в комиссии. Также интересны документы, постановления, проведенные в этой книге, в которой также видно о том, как развивалась избирательная система в России, конкретно РСФСР в Советском государстве. Даже интересны очень цифры по выборам, которые проходили в этом году относительно явки избирателей. Мы видим, что с моментом развития избирательной системы явка постепенно поднималась. Если в 2022 году явка избирательного была на уровне, не дотягивая 40%, то с развитием избирательной системы, с развитием определенных институтов, явка постепенно начинала увеличиваться. При этом, опять же, в политологии даже мы расходимся во мнении, почему это происходило. С одной стороны, нарастал авторитаризм, но это все мы прекрасно признаем, что началось после 1937 года. С другой стороны, мы можем говорить, что это как раз и связано с развитием института демократии, образованием устойчивой избирательной системы, стабильной избирательной системы. Аналогичный процесс, если проводить по параллели, можно увидеть и в развитии современной России. Хочу подчеркнуть, что это действительно монография, собранные, собранные труды. И целый коллектив авторов работал над этой публикацией. Кроме меня активный, почти общий, научно-выководством, редакцией «Большая демократия» Это доктор юридической наук, заслуженный юрист Российской Федерации, Юрий Алексеевич Веденеев. Игорь Зайцев, генеральный директор Калужского фонда «Символ». Владимир Иванович Молысенко, сотрудник Центральной 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 Комиссии. Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридической науки. Естественно, мы благодарны большому количеству рецензентов, которые смогли внести нам существенные свои замечания и дополнения для создания такого труда. Я хотел бы их также назвать. Это и кандидат филологических наук Валашова, доктор юридической наук Наталья Богданова, кандидат юридической наук, член Центральной избирательной комиссии, мой коллега Василий Петрович Болков, доктор юридической наук Сергей Заславский и Вильям Викторович Смирнов, доктор юридической наук. Я предполагаю, что действительно книга найдет своего достойного читателя, который с интересом посмотрит, как развивалась избирательная система в России. Поздравляем! Всевышний наград 32-го международного фестиваля. Друзья, дочь Медведеву, Светлана Владимировна, Елена Мича Медведеву, Владимир Путин, Люмилия Александровна, Владимир Катерин, Владимир Путин. Друзья, джамám, дару Эльбю, Владимир Путин. И фестиваль «Слава и честь России» вам, самым красивым и мужественным людям на планете, главным героем России и планеты, самым главным человеком 2010-2011 эпохи Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлане Владимировне, Ледничею Двидимову Владимировне, Александре, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне. Вам главным героем России и всей планеты. Поздравляем вас, мы творческой группе «Нестер Медленский». Голосуем вместе со всеми участниками треста второго московского фестиваля Никита Сергеевича Михалковна, Кавказова-Бестрицкая, за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за курс самой прогрессивной передовой Дмитрия Анатольевича Медведева Владимировна, партия «Единая Россия». Мы вас поздравляем с презентацией ваших важных работ. Центробенком из года в год демонстрирует большую работу в поддержку избирательного права, избирательной комиссии. Скажите, пожалуйста, вот все уже участники поддержали второй срок Медведева, высшие награды славы честь России и этой выставки. Медведем Путина и вам, избирательной комиссии. Поддерживайте. Вот насколько важно, насколько важно вот эта ежедневная работа, ежедневный труд колоссальный, который мы видим на глазах, на стенде. И то, что у вас год в год видно, что избирательное право творчески развивается и все время возрастает. Самый лучший в мире. Естественно, работа постоянная, ежедневная. Это еще раз повторю, что это мы работаем за рамками основной работы. То есть, можно сказать, это мы занимаемся дома написанием труда. Основная работа у нас – организация выборов. Среди всех уважаемых читателей, слушателей, гостей нашего стенда, я приглашаю прийти на выборы 10 октября, которые состоятся в 76 субъектах Российской Федерации. Сможете читать эту книжку? Было бы даже интересно, чтобы вы сравнили, действительно, как проходили выборы 100, почти 100 лет назад в советском государстве, как они организованы сейчас. То есть, посмотрим, насколько далеко шагнула избирательная система, опять же, повторюсь, сохраняя преимствие. При этом, необходимо заметить, я еще не буду делать открытие, средства массовой информации, оно проходило, но уже в 22 субъектах Российской Федерации будут использованы автоматизированные сканеры для голосования. Мы предполагаем, что уже в 2014 году охват будет почти 100% субъектов Российской Федерации, где будут использованы электронные уровни для голосования. И, как сказал наш президент, после опускания последнего галлютиня, тут же будет выдан этой электронной избирательной умы результат, как проголосовали избиратели. Вот это основное наше отличие в рамках модернизации, современной модернизации, в которой мы постоянно работаем. И при этом, не забывая нашу историю, чтобы дважды не наступать на те же самые граммы. Приходите, мы... Орбенов, притамы, 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 притамы... Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам большое. Отвечаемся. Вы самый выдающийся дирижер нашего времени. Отвечаемся. Поздравляем. Борис СФСР 100 лет назад. Более того, вы увидите, еще раз почерпнул, то, что мы сохраняем преемственность. И те особенности, которые были учтены при организации избирательной системы в советском государстве, а речь идет о национальных, по тоннам географических особенностях, они также прослеживаются и в современной избирательной системе. Некоторые, при этом, в этой книге некоторые открытия для себя. Я уже называл по цифрам, по аналогиям, поэтому считаю, что лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. Рекомендую в этом уровне. И вы действительно посмотрите по читам. В настоящее время тираж, он буквально, мы спешили выйти в листоке. Я не исключаю, что в ближайшее время он будет во всех дюбератеках, во всех ведущих вузах, где вы бесплатно также сможете познакомиться с материалами, вложенными в данном станции. Спасибо за внимание. Готов ответить на ваш вопрос. Уважаемый господин Игорь Борисович, вы прекрасно представили тему вашей книги, которая имеет колоссальное значение и с точки зрения исторической, и с точки зрения общественной, политической, глубина мысли, интеллект. Все присуще в вашей книге. Скажите, пожалуйста...